Всем привет, меня зовут Шина, я являюсь LCVP AGV2021 локальным аккаунтентом REU, и мне бы хотелось рассказать про Customer Flow и про процесс опрувинга. Соответственно, поступает нелогичный вопрос, что вообще такое Customer Flow. Это некая воронка или модель, которая описывает, предполагая в путешествии нашего будущего кастомера первое знакомство с продуктом до уже финальной точки в опыте, чтобы в конечном итоге наш кастомер оставлял положительные отзывы и стал промоутером нашей организации. Вообще, в принципе, кто вовлечен в данную воронку, первое это молодежь, то есть люди от 18 до 30 лет, второе это ISIC, то есть Home Entity, Host Entity, и третье это организация, любая, то есть НКОшки, школы, лагеря, стартапы и так далее. Собственно, есть четыре стадии Customer Flow, это Attraction, Confederation, Value Delivery и Brand Advocacy. На первой стадии Attraction потенциальный наш с вами кастомер заинтересован нашим продуктом и стремится узнать большую информацию о нем. На второй стадии стажеры или организации решаются взаимодействовать с нашими продуктами, наша организация становится нашим, собственно, кастомером. Третья стадия это Value Delivery, когда стажеры или организация получают определенный опыт в продукте, например, та же самая реализация IGV. И четвертая это Broke Advocacy, когда уже есть положительные отзывы, рекомендуют свой опыт в ISIC и, в принципе, не против просить через этот опыт снова. Собственно, у каждого нашего Customer Flow, у каждой стадии есть свой Customer Profile. Он меняется, когда происходит переход от одной стадии к другой. Вот. И давайте разберем каждый из них. Первое. На стадии Attraction он с вами либо Stranger, то есть незнакомец, либо Visitor, то есть посетитель. Это когда он вовлекается брендом нашей организации, в принципе, хочет узнать побольше. А второе это Lead, когда он заполняет всю информацию о себе на ISIC.org, дается на одной липе из стажировок. А третье это уже, собственно, Customer, когда он вовлекается и проходит через опыт нашего продукта, например, та же самая реализация IGV и Promoter, когда оставляется положительный отзыв и рекомендует свой опыт. Так вот, у каждого Customer Profile также есть свой Customer Status, то есть стадус, который мы можем проследить с вами на EXP. Когда наш свой мастер же регистрируется на ISIC.org, он становится опоном. Когда уже подается на одну из стажировок, уже платит, затем он проходит процесс отбора. Когда уже проходят все этапы, либо через интервью, либо посредством видео, он становится Accepted. Затем проходит LDA, подписывает EXP снос и платит ОРГ снос, затем становится Approved. Следующее это, когда он уже, собственно, переезжает на свою стажировку в другую страну. В первый день его отмечают на EXP как Realized. Следующее это Finish, когда уже стажер прошел через свой опыт в организации, то есть стажировка закончилась, он вернулся в свою страну. И вот, когда уже закончилась его стажировка, потом уже на следующий день его отмечают на EXP как Finished. И последнее это, когда уже все стандарты были соблюдены, он становится Completed. Но, собственно, в чем же заключается наша роль в этом Customer Flow? Наша роль, в принципе, заключается в том, чтобы привлекать как можно больше людей, чтобы как можно больше людей проходили через этот опыт и через все стадии Customer Flow. Вот, и чтобы улучшить нам с вами работу, в принципе, проследить его, у нас есть с вами два прекрасных инструмента. Это конверсия и Process Time. Собственно, конверсию мы можем проследить на каждой из стадий, и чем выше конверсия, тем лучше. Process Time. Мы тоже ее проследуем на каждой из стадий, и чем меньше ваш Process Time, тем лучше. Да, и если говорить о таких наших тушках, то у нас, как у принимающей стороны, например, если мы IGV, мы принимаем стажеров, то мы прям все host entity. Вот, и тут выделено то, чем мы должны руководствоваться, и то, что мы должны выполнять как стандарт, как глазу на каждой стадии. Вот, допустим, если посмотреть, то на Attraction нам нужно с вами четкое JD, промо-материалы, возможно, с прошлых проектов есть какие-то видео или публикации, не знаю, там, в комментариях писали, что вам и так далее. Вот, по поводу Consideration, тут с вами нужно с вами регулярно проверять опытов на Экспе, какие-то стратегические решения, проводить интервью и так далее. Вот, а по поводу третьей стадии Value Delivery, то тут уже нужно с вами как стандарты встретить стажера, провести ему IPS и так далее. Вот, тут уже руководство стандартов, то, что они будут все покрыты, все 16 штук. Вот, и последнее, это то, что мы должны шоу-кейсить все материалы, которые были у нас на стажировке, плюс еще там фидбэк-сессию и провести там аналитику по MBS. Да, и давайте побольше поговорим про стадии Consideration, но это, конечно же, про Approving, вот, как вы можете это видеть. Вообще, в принципе, что же такое Approving, это то, что мы ставим статус Approve, когда наш стажер проходит все этапы отбора, когда он платит с нами организационный взнос, и проходит LDA, и сдает тест LDA, вот, и проходит тест LDA. Процесс Time, с вами наш, она у нас, бренд от Believable Russia, только надо Approve, у нас 7 дней. И, собственно, в первый день, что нам нужно сделать, это то, что как мы только получаем, как мы только видим с вами новый Open, то есть, как мы только видим то, что стажер подался к нам в стажировку, нам нужно сразу же с ним связаться. Вот, где мы можем с вами связаться, это в WhatsApp, или там стажеры прикрепляют также CV, то есть резюме, там также они могут оставлять свои контакты, и также почту можно писать, ну, и некоторые стажеры сейчас пользуются Telegram, в принципе, тоже можно там писать. Вот, и что нам нужно сделать? Это мы можем, смотря от того, какой у вас процесс отбора, если у вас посредственное видео, то попросите его снять видео, чтобы он в течение 48 часов его скинул, а также, если у вас процесс интервью, то лучше там отметить, отметить ду, для, когда у вас есть свободное время для того, чтобы провести интервью, вот, и потом вы выбираете время и тоже проводите с ним интервью. Вот, где вы, в принципе, можете найти свои опыты или стажеров, вот. Первое вам нужно найти на сайт expo.isic.org, вот, вы заходите, у вас появится такая прекрасная страница, потом вы нажимаете на такую, на эту, так скажем, сферу, и потом нажимаете на opportunities I manage, затем на ваши проекты прекрасные, а потом у вас появляется такая картинка, и вы нажимаете на applications. Окей. Вот, и наступает с вами третий день, когда вы уже получили все свои видео, провели интервью, так проанализировали их, и вы либо принимаете его, либо ему отказываете. Вот, также тут, наверное, принимать его отказ, затем вы ставите статус на expo, и очень важно тут, на самом деле, если вы отказали своему стажеру, то нужно об этом предупредить своего AR-партнера, объяснить ему, почему вы это сделали и так далее, чтобы в дальнейшем, возможно, стажеры, а пеликанты были не те, и профайл тоже был не тот. Вот. Затем, если вы уже его акцептнули, вы его ждете на проекте, напоминайте ему, чтобы он прошел LDA и заплатил ARC-знос в течение трех дней. А также не забывайте третать своего стажера, своего AR-партнера в течение этих трех дней. Вот. Чтобы процесс тайм прошел быстрее. Вот. В принципе, как это все делается, вы нажимаете на своего стажера, и там уже отмечаете либо как accept, либо как rejected. Вот. И наступил с вами наш седьмой и последний день процесса аппрувинга, то есть, когда это вы уже представляете, так-то, когда стажер уже заплатил ARC-знос, прошел LDA, вы ставите статус аппрув на экспе, отправляете ему форму для информации по визе, используя, отправляете ему, если у вас есть буклет, свой буклет проекта. Также будьте счастливы, потому что у вас еще на одного из прекрасного стажера на вашем проекте стало больше. Вот. Еще, в принципе, в чем же заключается успех, в чем же секрет успешного аппрувинга, наверное, тут о себя хочется сказать, что, первое, это проверяйте свои опены каждые пять часов, как минимум, и сразу же в этот момент связывайтесь, как можно чаще заходите на экспо. Также не оставляйте без ответов своих стажеров и партнеров, лучше им пишите прям сразу, отвечайте, сапп. Третье, это, ну, всегда быть такой вежливой и говорить окей, окей, там, не знаю, какие-то смайлики, не знаю, отправляйте им, вот. И также, как я уже упомянула, если вы отказываете и реджектите своего стажера, то объясните просто структурированно, почему это происходит, все равно нужно объяснить, что наше партнерство продолжается, и там, мы рады с вами сотрудничать и так далее, вот объясните, почему профайл не тот. И также, на самом деле, любите своих стажеров, любите то, что вы делаете, поддерживаете их, потому что это на каком-то неосознанном уровне все равно все передается. Спасибо всем большое за просмотр данного видео, я надеюсь, что вы нашли его полезным.